Климкин оценил шансы России послать наблюдателей на выборы на Украине. Глава МИД Украины Павел Климкин оценил шансы Москвы направить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы на Украине. Кто-то никак не успокоится в отношении наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ, написал министр в своем Twitter аккаунте 14 февраля. 7 февраля Верховная Рада законодательно запретила лицам, предложенным Россией, участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине. Сделано это было ради минимизации рисков и угроз вмешательства страны-агрессора. Комедия предположений, как президентскую гонку на Украине возглавил Шаумин. Пока кандидаты с востока Украины продолжают ссориться, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко борются за второй тур. В ответ Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ заявили, что предложат Москве поучаствовать в наблюдении, а Киеву напомнили. Что отказ россиянам в аккредитации станет нарушением стандартов организации. Тогда в российском МИДе заявили, что будут добиваться присутствия наблюдателей от Москвы на украинских выборах. Кандидатуры своих представителей Россия представит в ближайшее время. Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата рекордное число в истории независимой Украины. В частности, на президентское кресло претендует действующий президент Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко, один из основателей партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрий Бойко и лидер радикальной партии Олег Ляшко. По данным соцопроса от 14 февраля, возглавляет гонку Зеленский с 26,9% избирателей, готовых проголосовать за него. За ним следует Порошенко – 17,7% и Тимошенко – 15,8%.